приветствую вас друзья и не другие вчера публиковала и здесь на дзене заметку с бесхитростным названием помню крис кельми позвонил мне как и дзен мне ее ограничил ну только подписчики могут видеть или по прямой ссылке почему же там был употреблен ненормативный сухоль ну вот я не поленился и разыскал сети этот вот ролик визита криса кеми маху о котором я рассказывал и там без ненормативной лексики не обойтись комментирует вот поясню сейчас что я имел ввиду вот когда мне позвонил крисуля с вопросом проконсультироваться как журналист а вот мне здесь приглашают на ренте восходить и я опасаюсь идти как бы не было какой-то подставы это было буквально через неделю после его визита к малахову я ему сказал крисуль блять ты только что на всю страну в эфире подарил свою вставную челюсть челобанов пришел очень очень нарядно и после этого ты говоришь о каких-то подставах какие-то журналисты как-то могут тебя подставить это к тому что крис деградировал очень сильно масштабно и фактически умер задолго до первого января того самого года когда сердце восстановилось мертвым уже был никакой об этом собственно догадывались поклонники люди из близкого круга просто знали неоднократно рассказывали они об этом журналистам в том числе сейчас несколько фильмов выйдет знаю почему такой интерес к рису на твц знаю две работы готовится думаю что там будет сказано то же самое что говорил в тех лентах которые были сняты вскоре после его кончения я несколько вот фрагментов оставил и заодно решил здесь же воспроизвести фрагмент своего дальнего давнего извините разговора с крисом про то как ольга кормухина присылал к нему бандитов а вот в те времена когда это происходило он умел еще разговаривать с людьми том числе с бандитами сумел разруливать и находить компромиссы уже все к нему кормухин никто не другой подослал бандитов за несколько лет до его смерти то после этой встречи криса бы не стал бы то есть ушел бы от нас он раньше я думал уже абсолютно потерял навыки коммуникации на то есть его затянул и он думаю сломался именно на как и многие другие звезды шоу-бизнеса и крутые бизнесмены той эпохи кельми выбрал кокаин это было модно мы товарищами которые называть не будут пошел действующие как бы лицо и чиновник вот он он принес вот в компании вот эту модную порошок на который очень многие подсели природа наградила кельми очень крепким здоровьем другой бы умер еще в девяностые или в середине нулевых потому что он не только нюхал кокаин но и продолжал вливать в себя литры спиртного не по фотографии экстрасан сказал у него запас прочности огромный достался генетически но если он не прекратит образ жизни который он ведет до этого сойдет в магию но кельми не унимался и таскал наркоту с собой повсюду однажды отправился на отдых женой сыном и другом евгением додолевым который испытал настоящий шок когда узнал что кельми вывез наркотики даже за границу когда приехали они так ну слава богу типа пронесло его чё пронесло там говорит ну мы крестьяну в рюкзачок положили ну что вроде как у него я бы вообще и за 10 лет угара водки виски и кокаина кельми конечно утратил эффектный внешний вид и все понимали он торчит дело кончится плохо и наркотик превратил его совершенно другого человека но уже какая-то элегантность сохранялась в в движениях но речь была уже другого человека и амбициозные намерения больше не гложет я спокойно работаю и занимаюсь приятными в жизни вещами еще один гость сейчас рвется в нашу студию чтобы поздравить сергей васильевича с юбилеем давайте встретим вашего друга крис кельми говорят просто бушует за кулисами сколько вы не виделись а лет стопы вопрос вы помните себя вот таким нарядным как крис кельми веселым пол жизни в таком виде пока где в том что я думал что подарить этому удивительному человеку вот вы знаете я принес ему стану часть моей нижней челюсти вы считаете что сергей васильевичу пора уже в пятьдесят лет сменить челюсть сейчас я можно по телевизору снимать она нормально разговаривали тогда тогда на самом деле не скрою вам алла алла борисовна сказал мне главную она сказала удивительную фразу действуй и он начал действовать совершенно верно какая ваша любимая песня в исполнении челобана не помню пойдемте вас ждут за кулисами крис кельми ваши аплодисменты ты же по-прежнему играешь в футбол да конечно я замечательный форме сейчас два три раза футбол это мне надо сказать человек вот без ложной скромности хотя в замечательной форме надо чаще говорить о себе хороший источник забывает сомнения то остается три-четыре раза в теннис ты совершенно поразил меня как олега а меня когда вот перед эфиром и плейлист обсуждали музыки и про усталые такси которые для меня ассоциируются с кормухиной ты начал рассказывать историю про что кормухина из-за этой песни присылал к тебе бандитов там или это вот не успел сказать потому что это для меня это открытие на самом деле да это удивительная история про тебя ольга пела в группе рок ателье и твоей группе да и соответственно мне удалось в те нелегкие для рок-музыки годы выпустить на мелодию миньон где был устало такси в ее исполнение на чем в общем-то она поднялась и раскрутил вот но тут же мне позвонили через неделю ли беретские сказать а чё ты поешь вольную песню там по первому каналов еще там по второму я говорю почему ольга это моя песня вообще на самом деле я сочинил я просто дал спеть выпустил альбом подарил ей песню почему я не могу пить мы сейчас с тобой поговорим по-своему подходи к театру кокова мы как раз только что отжались ну я подошел к театру кокову прямо на улице да на улице человек пять на ке ну качки очень конкретно такие ребят я говорю молодые люди вот так почувствовал что они моложе значительно так чем собственно заключается вопрос он свидетельствовал что я автор песни и и первый исполнитель про что я буду да а ольга я сделал просто мы читать подарок выписал песню на мелодии она и и поет на своих концертах такая объясни мне это их собственная была инициатива или откуда вообще вот а вот мы мне сложно сказать собственно но нет я думаю что конечно она сказала однако ты с ней не выяснял я не стал выяснять потому что в этот момент она перешла в другой коллектив ну это кстати было хорошее время для рок ателье даже нашему другу общему жене федорову хотела концерт мне очень понравилось вся и программа и как ольга поет но такой как часто вообще музыканты в своей среде рокеры мне казалось что это вообще история про поп-музыку вот все эти бандиты все вот эти вот стрелки как часто урокеры выясняли отношения друг с другом таким образом я говорю выясняли что я так понимаю что все-таки в прошедшем времени это прошедшем у меня это было роман взаимоотношения было только один раз один раз такой был звонок но когда я объяснился по полочкам разложила они так так спокойно тогда все понятно это потому что ты работал без продюсера я понимаю всю жизнь потому что я всю жизнь я совершил это с точки зрения продюсерами одну большую ошибку своей жизни вновь зажелся красный свет ни одной машине и черные глаза но я знаю но я знаю Тысячи домов Что нас ждет в конце пути Я таксисту не скажу Я хочу тебя найти Я спешу, спешу, спешу Пусть там такси Такси даже моя Меня довези Довези меня Пусть там такси Такси даже моя Меня довези Не оставляй меня Ничего не тянуть Вскрыла ночь правильный путь И счастливый путь не видит нас Но я вижу за стеклом Как будто любший мираж То такси, где мы вдвоем Мы вдвоем в последний раз Устану такси До вчерашнего дня Меня довези Довези меня Устану такси Такси даже моя Меня довези Я довези Довези меня Устану такси Устану такси Устану такси Там вчера Не оставляю Устану такси Устану такси Там вчера Ничего не тянуть ПЕСНЯ Лично заработал на образе западной звезды советского разлива. Но на самом деле был совсем не литовец. Вообще никто не знал, что он еврей. Это тайна, которую он хранил вообще до конца своей жизни. Сумасшедшая слава в конце 80-х и бурные 90-е. В нулевые Крис Кельми вошел сильно пьющим человеком. Еее! Мы нормально гуляем! И дальше годы редких появлений на публике, которая хотела услышать любимые шлягеры, но, конечно, была недовольна потрепанным видом артиста. Он уже был в очень плачевном состоянии, в очень плачевном. Ну, то есть уже это был не Крис, понимаете? Смерть он ждал в одиночестве. Жена и сын жили в Москве, а Кельми сидел в загородном доме. Врачи умоляли его завязать с алкоголем, но взять себя в руки он не хотел и не мог. Звонил в самое неподходящее время. Но это могла быть глубокая ночь, наоборот, раннее утро или вот и будучи по прямому состоянию. Ну, сейчас с ним не-не-не-не. Вновь зажегся красный свет, ни одной машины нет. Ночь спустилась, как вчера, по крутым ступеням крыш. Все уснуло до утра, но я знаю, ты не спишь. Я, прижав лицо к стеклу, по слогам читаю мглу. Ты в одном из тысяч домов. Что нас ждет в конце пути, я таксисту не скажу. Я хочу тебя найти, я спешу, спешу, спешу. В усталом такси до вчерашнего дня Меня довези, довези меня В усталом такси до вчерашнего дня Меня довези, не оставляй меня Ничего нельзя вернуть Стерла ночь обратный путь И часы идут, не видя нас Но я вижу за стеклом, как блуждающий мираж То такси, где мы вдвоем, мы вдвоем в последний раз В усталом такси до вчерашнего дня Меня довези, довези меня В усталом такси до вчерашнего дня Меня довези, не оставляй меня ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В усталом такси до вчерашнего дня Меня довези, довези меня В усталом такси до вчерашнего дня Меня довези, не оставляй меня ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но сожегся красный свет Ни одной машины нет И черные глаза пустых кафе Что нас ждет в конце пути Я таксисту не скажу Я хочу тебя найти Я спешу, спешу, спешу Я спешу, спешу В усталом такси до вчерашнего дня Меня довези, довези меня В усталом такси до вчерашнего дня Меня довези, не оставляй меня Меня довези, не оставляй меня В скрыла ночь обратный путь Ничего нам не вернуть И часы идут, не видя нас Но я вижу за стеклом Как блуждающий мираж То такси, где мы вдвоем Мы вдвоем в последний раз В усталом такси до вчерашнего дня Меня довези, довези меня В усталом такси до вчерашнего дня Меня довези, не оставляй меня Ирина Олифер Ирина Олифер